всем привет друзья ночь минуты слабости ночи война конченные обезьяны воюют вот твари не могут себе жить спокойно атриста тупые что с ними делать что с ней взять как их угомонить как жить среди таких больных сумасшедших бешеных обезьян как ты думаешь как жить среди таких ну конечно укрепляться укрепляемся конечно изучаем все изучаем что было проще что было больше счастья пусть так как написано во всех религиях пусть бог их уберет нахрен с этой планеты красивой зеленой планеты с прекрасными закатами горами пусть нахрен уберет весь мусор этих дебилов которые не хотят жить мирно постоянно куда-то ломятся в читать двери убивают приказывают а тупые идиоты подчиняются стадо конченных баранов ну а что имею право имею право думать говорить имею право даже проклясть всех тварей которые хотят войны в ведах в древности у всех учениях проклятие мудрецов считалось неоспоримым действовало даже на богов даже на богов которые допустили случайную ошибку и это проклятие подействовало было вызвано случайно даже по недопониманию какого-то мудреца который которого потревожили потревожили вот так что неважно мудрец не мудрец любой человек имеет право своими мыслями энергиями уничтожать этот мусор вокруг не надо брать в руки оружие не надо брать у нас большие силы очень большая мощь в жизни очень большие духовные способности просто нас так сделали тупыми бездумными баранами которые не умеют этим пользоваться которые они понимают как раз подумать собраться группой обученной группой друзей собраться помедитировать и угомонить какую-то тупую тусовку армию там убийц каких-то несколько человек близких духовно развитых обучающихся с мастером могут решить очень много проблем но как обучать тупых обезьян они не обучаемы 10 процентов из них способны обучаться что с ними делать так горе ну все как бог захочет так и будет не хочется бросаться такими словами горе ну все потому что если я захочу она сгорит все сгорит что я захочу чтобы сгорела я это знаю в жизни уже было много раз так когда кто-то пытался меня задеть но я терплю я терплю всегда я терплю с детства всегда долго как в фильме как в его оскорбляют быдло но кришна говорит я терплю твои оскорбления ровно сто раз и потом я тебя уничтожу ну примерно так я тоже долго терпел в некоторых ситуациях долго пытался не вмешиваться да может человек сам отстанет сам образумится но когда начинал ненавидеть какую-то причину не хочу открывать вам такие тайны такое оружие вам давать не хочу потому что не только адекватные люди это послушают услышат но все равно я ключиков не дам я уже все надавал на ютюбе там обезьяны этого не слушают и не читают так что могу сейчас поболтать откровенно так вот когда начинаю ненавидеть какое-то зло какую-то тварь которая постоянно давит давит ворует уничтожает пытается причинять насилие моим друзьям когда начинаю включаю боевой режим аватара были случаи что такие люди просто умирали что я так только могу нет нет таких людей много много мы очень можем всего чудесного только задавили нас контролеры твари задавили лишили знаний навязали свои лжерелигии с подлостью без чести без правды в которых процент правды остальное цирк остальное тупой цирк навязали нам тупость и люди теперь с пробитыми тупостью башками носятся по этой земле будь прокляты те кто формирует тупые стада тупые стада баранов которые с которыми потом никто не знает что делать и как их уничтожить какие болезни придумать чтобы их уничтожить какие войны придумать эти же твари все фантазируют они то создают себе стада то потом их уничтожают ну мыслящие люди давно въезжают в эту тему и все понимают способны разобраться что происходит но это редкие ростки редкие люди среди толпы потому что так легко опуститься деградировать так трудно напрягать мозги мыслить только когда жизнь прижала зажала тогда начинают многие включаться ну поэтому бог дает проблема испытания такие включатели нам дают что мы сидим по ночам сами заслужившие все свою карму потому что когда приходит война ну наплевать кто там виноват кто не виноват кто напал кто не напал когда приходит война это значит что приходит заслуженное наказание каждому и приходит заслуженное спасение каждому это карма это закон закон мира не собираюсь я никому доказывать устал я доказывать дебилом какие-то истинные которые уже давно в мире изучены и доказаны вот устал общаться с атеистами долбанными атеистами с ними общаться все равно что общаться с кирпичом у меня точно такое же чувство когда общаюсь с атеистом что я общаюсь с кирпичом ну а когда встречаешь каких-то людей которые думают что они в духовности вот чем дольше они думают что они в духовности тем они тупее за редким исключением ну хотя бы хотя бы зато нет такого ощущения когда общаешься с религиозными людьми первые дни первые минуты или первые часы хотя бы есть ощущение что они люди да есть ощущение какой-то культуры какой-то честности по отношению к себе к миру не просто какие-то тупые устаревшие знания из детского садика в голове какая-то способность быть людьми стремиться к развитию к познанию себя задаться вопросами в чем смысл жизни как это все устроено что такое происходит вот чего начинается человечность человеке вот поэтому первую очередь ограждаю себя ограждаю себя тупых атеистов чтобы их не было моей жизни если человек хотя бы что-то говорил о боге что-то говорил о духовности если хотя бы человек глупый заблудился в атеизме но хотя бы заботиться о том чтобы причинять добро другим да о том чтобы что-то хорошее в жизни делать ну тогда еще куда не шло но эти твари которые начинают войны большинство из них кстати думают что они глубоко в религии они думают что они воюют за идею они думают что они воюют за народ или за нацию или за коммунизм или за демократию или за другой какой-то изм сатанизм анонизм и так далее всякое дерьмо вот этих идеологий которых развелось куча идеологий тупых обезьян вот но что с ними делать я хоть и страдаю иногда от этого всю жизнь от этого страдаю от этой тупости и думаю что с ней делать как как им помочь идиотом как их вылечить раньше думал в детстве что я научусь всему познаю все потому что ничего не знаю я все познаю и сделаю мир счастливым всех людей вылечу каждого не будет болезни я сделаю все чтобы все были здоровыми счастливыми ну как только я чем больше я узнавал потом пробовал кому-то помочь потом получал послание за это получал по морде ну в образном смысле не натурально потому что занимался боевыми искусствами с детства с 14 лет вот так что больше развивался и понимал что идиотом не помочь кем бы ты ни был сколько бы ты не знал каким бы ты какими бы ты секретами от лучших в мире там чемпионов академиков не обладал все равно тупой обезьяне помочь невозможно она сама выбрала так жить люди которым которые верующие в свою болезнь которые свято верят в свою неизлечимость которая свято верят в свое бессилие невозможность чего-то достичь свято верят свое так называемое я свой образ и говорят вот мое я если она твое я то ты тогда кто кто говорит о том что она твое я я люди люди так все на виду лежит никто не так мало кто может понять приблизиться к истине хотя бы послушать что-то хотя бы вот такое вот откровение моё послушать искренне и подумать неужели вы сами так никогда не чувствовали неужели вы сами не хотели помочь миру желание помочь миру помочь людям это уже ставит вас на путь бодхисаттвы на путь святости так написано во всех религиях желание помочь миру помочь людям желание чтобы все были счастливы это делает вас человеком эти тупые уроды убивающие бросающие бомбы стреляющие из танков бездумные мальчики восемнадцатилетние двадцатилетние тупые безмозглые обезьяны с промытыми мозгами наученная только нажимать на кнопку то обезьяну можно научить считать но обезьяну нельзя научить честности чести нельзя чести научить обезьяну вот чем разница люди люди кто посмеет задуматься об этом кто посмеет стать одним среди немногих десяти процентов мыслящих людей которые способны развиваться кто способен стать в эти ряды и изменять этот мир к лучшему кто способен стремиться хотя бы хотя бы помечтать подумать чтобы стать хотя бы маленьким буддой а не великим буддой когда сказал одному своему наставнику в 17 лет сказал начитавшись мудрых духовных книг что я хочу стать просветленным хотя бы маленьким каким-то буддой чтобы хоть что-то хорошее сделать для мира это я сказал в 17 лет а сейчас прошло уже 32 года с тех пор я все время в обучении вот и тогда наставник мне ответил в 17 лет говорит ты что тупой почему у тебя такие мысли ну он возможно не так грубо хотя он грубо тоже со мной разговаривал я не обижался я не обижаюсь на мудрецов желающих помочь я не идет я всегда учился и искал искал полезное искал лучшее искал все знания чтобы помогать другим они терял время чтобы обижаться на учителей я же не идет поэтому нас так наставник не сказал тогда в 17 лет или 18 91 год сказал мне тебя такое мелочное мышление как большинство этой толпы бездумных бессмысленных тупых обезьян и ты хочешь ты боишься ты хочешь ты стремишься к святости к знанию к мудрости но тебя научили бояться и ты боишься даже помечтать о том чтобы стать буддой просветленным или святым или махатмой ведь они все были простыми людьми они все были простыми детьми которые ничего не знали а потом учились обучались попадали к учителям к мастерам к святым и становились такими же великими людьми которые были способны помочь многим тысячам некоторые миллионам миллиардом людей смогли помочь превратиться из обезьян в людей это все процесс эволюции процесс развития цивилизации процесс развития мудрости духовности тысячи лет тысячи лет кто не изучает всю эту древнюю древнейшую культуру знания тут просто не может выйти из этого образа тупой обезьяны потому что которая родилась каких-то там 17 20 лет назад и ее научили только одному думать что она является человеком разумным причем да ты что homo sapiens человек разумный это все чему тебя научили в школе то ты никто после школы заканчивая школу ты никто ты ноль каким и я был нулем просто я этого не знал а теперь я это знаю просто я ничего не знал а теперь я постарался за эти 35 лет 37 сколько там прошло с окончания моей школы я постарался узнать все что только можно на этой земле из науки религии духовности медицины и целительства боевых искусств спорта я постарался узнать все конечно же у меня не получилось все узнаете потому что все узнать невозможно даже за несколько жизней все что создавалось мудрейшими людьми тысячелетиями они в 20 лет думают что они люди и садятся в танки и начинают убивать таких же людей а иногда и тех кто лучше лучше их иногда мудрецов иногда святых убивают из своих дебильных танков своим железом гордятся своими тупыми технологиями гордятся своими тупейшими идиотами наполеонами македонскими бесчеловечными деградантами которые позорище для всего человечества просто позорище они не гордятся такими людьми как христос будда махатма ганди они не гордятся святыми такими как серафим царовский сергий родонежский они не гордятся такими богатырями как илья муромец который был сильнейшим воином а потом ушел в монастырь и закончил свою жизнь в печерской лавре и погиб защищая печерскую лавру монахов от таких же тупых обезьян с мечами которые сейчас ездят на танках илья муромец и его мощи его потрошка так называемые святые мощи до сих пор лежат в печерской лавре а тупое стадо учат ценить таких псевдо героев как убийцы завоеватели создатели атомной бомбы эйнштейн сволочь и прочие отстои отстои человечества позорище с мега переразвитым одном однобоким инвалидским умом который ни на что не способен кроме того как придумать атомную бомбу до тупейшие обезьяны и еще тупее те кто считают их героями и великими учеными это позорище позорище для человечества и махатма ганди и многие великие люди говорили о том что миру не хватает миротворцев миру не хватает святых ученых которые придумывают настоящие настоящие технологии духовные технологии которые созданы и прекрасно работают во всех духовных учениях и это все что нужно для счастья людей а не эти компьютеры железяки технологии ну что если обезьяна использует компьютер если она тупая недоразвитая духовно обезьяна она использует компьютер для убийства для того чтобы делать оружие для того чтобы запускать новейшие какие-то беспилотники которые продолжают убивать 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 и вот это сумасшествие она продолжается и вот эти обезьяны ничем не отличаются от тупых рептилоидов от тупых динозавров безмозглых у которых тело как пятиэтажный дом а мозги размером грецкий орех эти тупые обезьяны они не изучают природу и себя они не подражают дельфином одним из самых разумных существ на земле которые даже спасают людей которые умеют общаться которые также охотятся и защищаются и защищаются от более тупых примитивных акул которые по эволюции намного отстают от них от косаток от этих хищников они вынуждены защищаться до самый развитый мозг на земле это у дельфинов ну и есть версия что это существа которые млекопитающие которые ушли от этих тупых тупейших хищников на суше от этих войн они просто ушли в море вернулись в море и начали там строить свою цивилизацию вдали от этого всего тупого бреда мне тоже хочется порой уйти куда-то в море просто в речку сказать что я водяной жить там где-то в лесу в каком-то домике но так все равно что станут все равно твари придут какой-то урод придет там охотник с оружием да и начнет качать трава права начнет качать права придется его убивать ну что же поделать ну как с ними жить конечно надо развиваться становиться ниндзя все технологии воинов использовать для себя и в секрете отрабатывать самые лучшие молниеносные приемы кунг-фу вот и почему я перестал обучать кунг-фу лет 15 назад людей потому что я начал изучать такие духовные технологии которые просто я понял после тогда после лет 15 20 изучения боевых искусств я понял что я не хочу учить тупых людей драться потому что у меня было много учеников там кто-то стал чемпионом украины по боям санда и так далее и но я понял что все таки они остались безмозглыми и все шоих научил на тренировках вот я перестал то есть они книжки не читали они не слушали тренера я им советовал много чего но они изучали только удары и поэтому я бросил кунг-фу бросил боевые искусства и начал изучать духовные практики и не жалею ничуть я узнал такие чудеса которые вернули меня к кунг-фу на совсем другом уровне на уровне энергетическом на уровне настоящего мастерства благодаря чему благодаря этим практикам энергии я стал чемпионом украины по кунг-фу потом но это уже было так между прочим не так интересно интересно только дальнейшее развитие настоящее развитие боевого искусства превращает воинов святого духовного искателя как все знаменитые воины и самураи заканчивали свои жизни в дзенских монастырях в других монастырях других духовных учений даосы святые даосы в горах вуданг монастырь шаолинь все эти величайшие воины они в то же время были величайшими духовными мастерами а эти тупые обезьяны убивают друг друга как мясо как мясо просто в мясорубке разве это воина нет это просто тупость просто тупость под руководством тупости и больше ничего мое мировоззрение не в этом больше мое мировоззрение духовность это религия миротворчество ну имею право на искренние такие вот срывы беседы и откровения для вас чтобы вы понимали как мне жить и что делается творится моих мозгах и что вы хотя бы может кто-то один процент хоть один человек с извилинами появился услышал меня это же попытался что-то сделать для этого мира хорошие перед этим как говорится спаси сам вокруг тебя спасутся тысячи да то есть не надо делать причинять добро если ты сам никто надо сначала развиваться сначала стараться развиваться 35 лет я что-то изучал теперь ну конечно конечно я не могу это подарить любому прохожему за один месяц конечно не могу как мне одна девочка говорит ничего ты мне философии рассказываешь может ты мне расскажешь чем ты занимаешься за пять минут а после этого я я понял что с ней разговаривать я больше не могу я сказал ладно хорошо пока как 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 тут не расстроиться да на такие вопросы ну вот так так и живем так что если я допустим невеликий святой невеликий будда пока что пока что вот и тяжело за этим всем наблюдать тупым бредом до когда начинаешь хоть что-то в мире понимать в чем-то разбираться когда твои учителя 35 лет уже лучшие академики и чемпионы мира когда ты хоть в чем-то что-то день и ночь искал когда ты день и ночь искал смысл жизни пытался его понять 35 лет то когда ты в чем-то серьезном разобрался да то тяжело смотреть на этот тупой бред этого общества примитивного примитивнейшего демонократического общества которого просто нету просто нет идут войны идет война у нас стране подонки и обезьяны продолжают воровать 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 гуманитарную помощь воровать деньги которые нам переводят другие страны на оружие продолжают воровать и вещи которые нам и продукты которые переправляют из-за границы они все воруют воруют столько есть тупых тварей которая с которыми просто бог разберется сам конечно да и вообще не боюсь я понимаю четко какие чудеса были и есть моей жизни четко понимаю что на всю воля аллаха и все под его защитой под его чутким руководством как говорится нечего беспокоиться нечего страдать все-таки иногда вот получаются у меня такие грустное настроение когда хочется просто кого-то прибить и хочется все-таки соблазна использовать эту брахмастру использовать ее просто чтобы кое-что решить чтобы не было воин но но нельзя блин нельзя ничего кого надо я конечно прицельно убираю когда это надо я могу это делать я в это верю я не верующий в свою слабость друзья я не верующий свою деградацию я не верующий в то что славяне были обезьянами на деревьях 5000 лет назад а потом пришли умных и христили христили так сказать святой предатель правитель да простите святой владимир для того чтобы набрать побольше бабок на воровать торговать с византией жениться на какой-то там ша принцессе на византийской вот и для этого он уничтожил 75 процентов своего народа поубивал чтобы ввести христианство до а а теперь они удивляются почему мы так плохо живем друзья блин проснулись у вас иностранная религия вы проснулись мы плохо живем почему вы такие тупые а я поражаюсь вам просто мыслите начинайте мыслить слушайте мой канал слушайте мои книги мои лекции может что-то поймете что-то дойдет до вас тогда вы станете свободными поймите вы поймете что такое ваша душа вы поймете что такое религия что такое честь что такое истина вы поймете что такое сверхспособности и научитесь наконец-то чистить вычищать этот мир вокруг себя вас научили когда вас насилуют подставляете другую щеку да когда вас убивают когда вас грабят будьте стадом тупых овечек баранов да агнец божий ах вы ягнята божьи а вы знаете что слово агнец означает огни ведический наш древний ведунский ведический символ произошедшие с название произошедшие санскрита агни значит огонь огонь бога ты огонь бога если ты изучаешь духовность сжигающий всю нечисть ты агнец бога освещающий своим огнем всю тьму убирающий всю грязь они живущие в смраде в грязи и ты агнец огонь который для которого невозможно жить в грязи невозможно слово грязь ты огонь который сжигают всю грязь понимаешь вот кто ты вот что такое твоя душа твоя мощь вот что от тебя пытаются скрыть те кто делает тебя баранчиком божьим агнецом о боже голубем голубь голубь мира голубь мира жадная тупая рептилия с крыльями которая постоянно дерется и убивают своих других голубей как и все животные как и все тупые обезьяны в человеческом обличье беда в том что их такими формируют их такими делают намеренно система недообразования и так далее и прочее прочие структуры что такое медицина что такое а что блин друзья рассказывать сами нихрена не понимаете вернее сами вы все понимаете что вам еще можно сказать кто имеющий ушки как говорится кто не дохлый кто не мертвый услышит кто а кто мертвый дохлый кто не может хотя бы с как пишут мне хотя бы с телом своим разобраться не может всю жизнь живет не может ни разу подтянуться да так что с тобой говорить потом что что тебя требовать что ты хочешь от своей жизни как нам китайский мастер говорил шут что ты хочешь тренируйся 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 что то что от них требовать если люди просто как культура их выращивают как культуру бактерий в стерильных условиях когда они боятся пить сырую воду уже они к пьют кипяченую воду чтобы не дай бог бактерию не подхватить живую и хоть самому немножко стать живым а жить от какого-то от какой-то болезни они загнуться просто в стерильных условиях и заболеть еще чем-то более страшно кто не болеет друзья секрет вам китайской медицины от лучших мастеров кто никогда не болеет он внезапно умирают и очень рано поэтому не надо бояться ничего не надо болеть бояться не бойтесь болеть бойтесь не хотеть быть здоровыми не бойтесь быть слабыми бойтесь быть дохлыми и не хотеть стать сильными вот чего надо бояться баранчики божьи огнице огоньки светлячки светлячки и духовная духовная искатели хватит быть духовными искателями пора уже что-то найти и включить мозг и изучить это и взять себе на вооружение и сделать хоть что-то хорошее для этого мира хоть что-то настоящее сделайте пашем работаем трудимся над собой познаем себя они сидим в своих прошлых устаревших знаниях которые вам всунули изнасиловали ваш мозг бедный мозг который много чего может выдержать которые имеют имеет феноменальную память на всю эту дрянь которую вообще-то на которую нужен только склероз чтобы ее туда вытащить и забыть наконец-то поверить свои способности к развитию и сверхспособности и начать оживать из состояния трупа конечно трупы не слышат высших уровнях духовности не могут услышать потому что христос говорил имеющий уши услышит у трупа нет ушей у него есть только голый череп с дырками и все из пустотой между ушами между дырками где я должны быть уши голый череп потому что они трупы не слышат ничего начните с того чтобы оживать чтобы тренироваться кто тренируется тот молодец или молодчинка тренируйтесь вы оживаете и вас ждет еще очень много интересного от меня вас ждет еще очень много тайн которых вы даже представить себе не можете потому что ничего я вам не могу рассказать из того что я изучил за 35 лет ничего я вам за месяц не смогу рассказать увы терпите терпите и обучайтесь никакие сверхспособности вам за два дня не откроются никакие тайны даже правильного питания вам не откроются за месяц или за два месяца слышите даже холодильник мы включился это соображает лучше чем многие потому что в нем как раз полезные штуки иногда содержится как я питаюсь я бы рассказал как я питаюсь некоторые вещи вы даже будете в шоке того как я питаюсь немножко намекнул включая в рацион травку из парка живую травку зелень до крапивку намекнул одуванчики подорожники лесные травы как сныть как серафим саровский святой питался снытью как милорепа святой наставник буддизма тибетского один из наставников питался крапивой все время и жил в пещере голым и занимался медитацией и у него не было компьютера вашего смартфона у него не было машины и даже дома не было и даже кровати не было даже одежды не было а он стал знаменитым мощным святым чудотворцем преемником буддийской школы буддийской мудрости того что только делает человека человеком то есть духовность вот он жил в пещере как и многие святые до питался травой крапивой и мне плевать на вашу политику всякую мне плевать на ваш телевизор мне плевать на ваши тупые процессы обществе на ваши войны которые происходят из из-за тупости некоторых людей о которых даже говорить не хочется вот меня интересует только духовность развитие мое и ваши чтобы было жить хорошо и мне и вам потому что если я ничего не буду делать если я буду молчать и сидеть если я не буду давать такие сокровища знаний которые я даю на ютюбе тому кто может взять хотя мало кто слушает мало кто слышит но я делаю это для себя и для бога скажу так и для своих близких по духу близких людей которые тоже неравнодушны которые живут не как к кирпичи не как холодные камни вот потому что если ты кирпич то если ты будешь даже жить в пещере и питаться крапивой это не сделает тебя святыми если ты кирпич так что неважно где ты живешь и не важно что у тебя есть познавай себя познавать духовность изучая и тогда ты станешь человеком и не надо себя называть людьми не надо считать себя хорошими я устал тех кто считают себя хорошими и умными также как и мои учителя начиная с 35 лет назад уставали от моих дебильных вопросов примитивных да ну их милосердие так что тоже беру у них пример стараюсь быть милосердным и терпеть какие-то тупые вопросы тупые выходки так называемых учеников или друзей или просто тупых обезьян которые не способны ничего услышать сколько им не говоришь простыми словами говоришь начинай тренироваться подтягиваться учись хочешь вылечить позвоночник начиная учись подтягиваться не начинаются тупые 100 вопросов все до свидания так что ребята ребята кто там из вас еще уже не дохлый благодаря этой лекции этой беседе мы моей откровенной кто уже там не дохлый не скелет у которого ничего нет между дырками в ушах вот у кого нет ничего между дырками в ушах для сережек и так далее для пирсинга кто не просто там черепа уже начинает тренироваться заниматься своим телом правильно заниматься своим телом питанием развитием под моим чутким руководством да то есть начинайте просыпаться пробуждать свое тело только потом я расскажу вам что такое внутренние энергии что с ними делать что будет дальше вы еще не знаете еще через десять лет вы узнаете если будете старательно учиться у меня три раза в неделю как я учился у своих учителей три раза в неделю восемь лет например да по одному из направлений а тут раз месяцок месяцок что-то там поболтать поболтать и ты думаешь ты уже все узнал от меня ты думаешь ты уже умный мудрый учитель который все понял все освоил то болт болт короче что еще можно сказать стараться надо тренироваться развиваться работать над собой правильно правильно работать над собой до сих пор слушаю лекции сколько бы я не обучался у самых святых мастеров мастеров даосских мастеров которые учились в горах вуданг там где живут святые даосские монахи мастеров бесконтактного боя некоторых до мастеров кунг-фу были такие учителя причем не простые учителя очень непростые в этом обществе люди вот и по другим учениям по многим учениям было очень много интересного что вам рассказать восемь книг уже написал кто их читает но есть несколько человек которые считают себя даже не моими учениками а там какими-то великими гуру которые хоть способны были немножко почитать пару моих книжек но молодцы я все равно очень им благодарен я наверное должен там купить им по дворцу построить за то что они пару моих книжек почитали они молодцы очень хорошие гордые люди которых нет будущего потому что учителя мастера для них никто потому что они сами уже великие гуру которые все знают и таким таким уже не помочь а я что я делаю после 35 лет усиленного день и ночь обучения лекции прослушивания семинаров практик многолетних тренировок что я делаю сейчас этой ночь вам рассказываю да да я только что сегодня пять часов слушал какие-то лекции тоже по разным духовным учением по разным разных шейхов разных гуру наставников часов 5 я слушал лекции слушал как правильно вот сегодня об исламе как правильно делать намаз молитву до слушал как в других учениях что я изучаю 35 лет 35 лет 35 лет я стараюсь понять это не могу понять многие вещи их люди люди что вы собой делаете ставите себе в глухой угол в глухой угол закрываете для себя все пути когда начинаете гордиться и перед наставниками считать себя лучшими лучшими и перестаете учиться даже самые старые мои наставники некоторые 80 лет говорят о том что у них есть наставник которому сто лет представляете да у меня тоже есть наставники у меня тоже есть куда стремиться у меня есть вопросы которые сейчас усиленно изучаю работаю над собой люди но ничего я немножко вам с вами поделился поговорили мы кто дослушал получит пользу в общем если что-то поймет хотя бы послушайте изучайте усиленность самое ценное что я сейчас даю это лекция алхимия бессмертия если вы хотите сохранить свои потрошка во время они то проснетесь еще через пару лет а я сижу тут сижу тут под бомбами в киеве до под риском вот если у меня ракетка попадет то вам дед с будет друзья мои любимые и все все эти мои знания которые способны вас исцелить сделать вас моложе на 20 лет за месяц все эти знания вы будете искать сами сами будете искать 35 лет если доживете еще пока найдете понимаете да так что думайте что вам жизни изучать думайте что вам делать и принимайте правильные решения потому что я хочу чтобы хотя бы кто-то из моих друзей остался человеком человеком в этом обществе дебилов и сумасшедших конченых обезьян которые живут в грехе ненависти постоянно постоянно ненавидят а ненависть как знают все духовные религиозные люди ненависть это то что лишает человека разума если человек не может контролировать свою ненависть он становится все тупее и тупее то есть ненавидит и не понимает что это грех и ненависть его уничтожает съедает выделяются гормоны определенные которые наращивают его мышцы он становится еще агрессивнее еще активнее до сильнее благодаря темной стороне силы до благодаря ненависти становится воином они они благодаря святости становится еще более мощным воином которым невозможно стать из-за тупой животной ненависти и никакой ненавидящая обезьяна никакая не сможет победить святого воина который стал воином в настоящий традиции воинов например как воины шаолиня или даосские воины никакая тупая обезьяна с ненавистью не может победить настоящего воина который контролирует свою ненависть и благодаря этому развивается разум мышление воина хитрость и так далее много качеств вот так вот так что друзья хочу чтобы вы были людьми я хочу чтобы вы не потеряли свою жизнь и свои шансы свои возможности из-за этого тупого цирка беготни диких обезьян старайтесь среди этой беготни находить себе время для развития время для успокоения потому что тишина это язык бога тишина это то что делает вас разумными людьми тишина медитации приближают вас к мышлению к чувству культура лекции секреты знаний древние секреты знаний ускоряют этот процесс в миллион раз поэтому если вы сами будете чего-то пытаться понять своим мозгом пробитым ненавистью и пробитым недообразованием то вы не успеете это за свою жизнь но если вы будете изучать эти секреты которые мастера пытаются передавать которые я пытаюсь передавать от мастеров для блага мира для блага всех людей для исцеления каждого если вы будете изучать это внимательно то вы успеете при жизни возможно даже за несколько лет понять очень серьезные вещи и спасете хотя бы свое здоровье хотя бы свою молодость спасете от этого бреда преждевременной старости от чего от элементарного непонимания как надо жить как надо питаться как надо дышать элементарное непонимание как дышать и и все и все и организм деградирует за считанные годы и становится быстро становится старым и дряхлым и надо знать что с этим делать потому что вы не первые такие живете в эту жизнь до вас уже люди прожили свои жизни и извлекли из них опыт и передали своим детям и ученикам и эти знания стоит изучать фух ну все надоело мне болтать с вами для вашего блага кто захочет тот поймет кто не захочет останется кирпичом ну и флаг флаг с ним как говорится все все воля бога как говорится мне я не судья и что мне об этом беспокоится кого надо бог уберет с этой планеты и пусть уберет кого надо бог сохранит был ной был ковчег и сейчас есть ковчег и это то что я строю это ковчег который может реально спасти кого-то может быть вас потому что если бы ной не строил свой ковчег вот который спас много людей и животных да то допустим он бы был тупым а не пророком он бы поступил как все тупые обезьяны взял бы меч и пошел убивать всех вот и он бы не построил свой ковчег ну и мы бы с вами уже сейчас не разговаривали возможно просто нас бы не было вот и все думайте поэтому ковчег успейте успейте на ковчег все в ваших руках имеющие ушки живые отросшие от черепа услышит имеющие ножки дойдет имеющие мозги поймет это все вам дал бог вы не сами это взяли хотя бы об этом задумайтесь на вы не сами это взяли вам это дано и вот уважайте и благодарствуйте того кем вам это дано и не потратьте это впустую а принимайте это за эти знания от того же кем вам это дано все и вы сохраните себя благодаря инструкции по применению все ариведерчи друзья и так далее инструкции по применению все ариве